Здравствуйте, уважаемые интернет-пользователи! В этом видео хочу рассказать, как можно легко, дешево и быстро построить АРАСАНИК. Конструкция очень простая, не имеет амортизации. Рама сварены саниционные трубы. Позже я сниму тент и покажу, как устроена рама. Двигатель 15 лошадиных сил, шорза, аналог лифан, понижение 1 к 3, винт, диаметр винта 1,80 мм, шаг здесь у нас установлен, винта 80 мм. Тяговое усилие 65-67 кг где-то в среднем. Хочу обратить внимание, как сделаны лыжи. Очень просто, доступно, можете собрать буквально за день все лыжи. Обычная поэтиленовая труба, диаметр 110 мм, толщина стенки 3,5 мм. Подшита пластиком 5-мм. Поэтилен. Нагрес нос, сплющен, загнут, все очень просто. Нагревается, можно горелочка газовая нагреть, можно над буржуйкой подержать, ну как бы не проблема. Ездили просто на трубах по снегу, едет очень прекрасно, но выявился один недостаток. После оттепели появилась корка. Корка не держала, то есть яросани то проваливались, то выскакивали на корку и получалось, ну очень опасная езда, можно было перевернуться и не набрать было скорость. Мы пошили пластиком. Давайте, вот на этой лыжи я покажу, как это было сделано. Очень просто. Вот и все. Вот, два болта, внизу был прикручен пластик, такой же пластиковый конечек, прикручено на шурупы, без всяких подставок, прям к трубе прикручено. Сезон отъездили, как видите, лыжа. Ни один шуруп не выкрутился, не вылез, то есть пластик так и остался, ничего не повело. В принципе, очень легко, удачно, а самое главное, доступно. Крепление вот сделано, труба вырезана, полутруба, полутруба вырезана металлическая, прикручена на четыре болта через шайбы. Внутри никакой накладки нету, просто шайбы на где-то 35 миллиметров. Стоечка, она у нас получается 2, по-моему, на 6, двухмиллиметровая. И все, никаких косынок, все это держит прекрасно. Рулевое просто сделано. В раму вварено, трубка, в нее вставляется, вторая трубка, и все, никаких подшипников, ничего не надо, очень просто. Рулевое. На вид, конечно, выглядит не очень, но в эксплуатации очень удобно. Газ выведен на ручку. Проблем никаких нет. Рама сварена с авиационной трубы, марка стали, по-моему, если я не ошибаюсь, 30 ГСА, диаметр 30 миллиметров, толщина стенки 1,2 миллиметра. Балочка вот этого у нас. Обычный брусок с обычного металла, что было, первое под руку попало, поставил, но 2 на 4. Толщина стенки 2 миллиметра. Но держит, проблем нет. К ней приварены оси. Оси, на эту ось одевается лыжа, прикручивается одной гайкой. Все очень просто. Обратите внимание, как установлены лыжи. Длина лыжи у нас 2 метра. От этого расстояния до центра 70 сантиметров. Можно установить, ну, в пределах 75-80. Больше не надо, иначе у вас будут носы уходить под снег и будете наматывать бурьян. Ну, проблематично. Позже я сниму тент и покажу, как рама выглядит. В общем, сварить ее буквально можно за пару дней. Ну, главное, винты я делаю сам. У нас этот винт обходил сезон. Конечно, посекло его немного, не жалел. Ездил и ветки хватал. Бурьян держит, снег держит. Ну, когда жестоко бывает, проезжаешь над лесом и цепанешь ветку. Ну, такие вот вещи случаются. Легко ремонтируется. То есть, срезается, приклеивается дерево, выводится профиль, снова оклеивается и все. И винт можно эксплуатировать дальше. То есть, никаких проблем. То есть, это имеется у нас в продаже винты. Понижение имеется в продаже. Понижение будет, здесь у нас не окрашено, как бы было поставлено, уже подзаржавело маленькое. Понижение будет стоить шкивы, два шкива, ремни, вот эта стоечка. Вот этот будет комплект стоить 8000. Винт у нас стоит 7000 рублей. Винт сосна. Сосна клеена из 4-5 слоев. Дерево склеено, потом оклеена стеклоткань. Вот тут разбито. Можете посмотреть. То есть, вот так оклеена толстым слоем стеклоткани. И это очень толстые ветки. Рубил, поэтому такие вот травмы на винт. Стекло. Поликарбонат, в отличие от стекла, он не хрупкий материал. Затирается, конечно, со временем, но не травмоопасен. То есть, если вы перевернулись, он не разобьется, вы не порежетесь об него. И то есть, на морозе не лопается. Ну, достаточно такой, можно эксплуатировать по цене, в принципе, приемлемый. Ну, обшито центом, на скорую руку все это делалось. Просто растания строились вообще для испытания винтов, так скажем. Ну и хотелось покататься по-быстрому, так скажем. Зима кончилась. Мы появились новые идеи. Хочу сделать эти сани, поставить на буйки и попробовать плавать. Но поскольку заказывать буйки дорого, хотелось бы в данный момент испытать, могут ли они вообще двигаться по воде. Мы попробовали. На глиссеры выходят, они достаточно хорошо. Останавливаешься в воде, трогаешься с места, выходят на глиссер. Вот с этой винтованторной установкой, скажем, на лодке, маленько тяги не хватает. Не получается выходить на глиссер, а если и получается выходить, ну, буквально с ограниченным весом, на пустой лодке и по ветерку, так скажем. В основном силы не хватает на глиссер выйти. Здесь же, на аэросанях, они очень легко выходят. Даже на малой скорости уже выходят на глиссер. То есть, если поставить сюда надувные поплотки, подшить их пластиком, летом можно будет спокойно плавать. То есть, даже летом можно будет эксплуатировать по водоемам и тесаням. Сейчас мы, наверное, заведем их. У нас тут подтаяла есть хорошая лужа, достаточно глубокая, и можно будет продемонстрировать, как, собственно, они себя везут на воде. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДimaTorzok